Покровитель путешественников и помощник в делах. В православном календаре 22 мая день прибытия мощей святителя Николая Чудотворца в итальянский город Бари. Праздник называют Николой Вешнием в честь особо почитаемого в христианстве святого. Ежегодно в этот день в Георгиевском соборе совершается молебен, участниками которого становятся сотрудники госавтоинспекции, представители Всероссийского общества автомобилистов и прихожане. Мы традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД Одинцовская проводим совместные мероприятия. И одно из которых, одно из которых самых главных мероприятий это молебен в Георгиевском соборе, где мы молимся о всех сотрудниках ГИБДД Одинцовская. Просим у святителя Николая помощи Божьей на все те нелегкие труды, с которыми сталкиваются сотрудники нашего района. Два праздника у нас в году есть. Это день путника и день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Но автомобилисты, они все путники, все время в пути, поэтому это наш день. Ну и самое главное, мы пропагандируем, призываем, всех хотим, чтобы соблюдали на дороге безопасность, вели себя культурно, вежливо. Молебен совершает благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев в сослужении настоятеля Иоанна Предтеченского храма городского поселения Лесной городок Сергея Макеева и клирика Георгиевского собора Симеона Бондаря. Благочинник ведет активную совместную работу с госавтоинспекцией по профилактике дорожного травматизма в летний период особое внимание детям. Дети в центре внимания у нас не только сейчас, они у нас всегда в центре внимания. И, конечно, хотелось обратиться ко взрослым. Уважаемые взрослые, если вы покупаете дорогую игрушку ребенку, я имею в виду это скутеры, велосипеды, гироскутеры, обязательно приобретите им защитную экипировку, особенно шлем. Инспекторы ГИБДД не перестают напоминать. Взаимное уважение на дороге – залог безопасности. И водитель, и пешеход – полноправные участники дорожного движения, поэтому уступить – это иногда спасти жизнь.